так ну что пойдемте пойдем тут ребят целые лабиринты и все хочу вам показать потому что очень интересное так мы здесь у нас венерина мухоловка но это просто привозные голландия правильно нет нет или ты их самая большая разница потому что опять же если мы говорим голландии голландские растения попадают в магазины как они попадают потому что люди которые хотят купить для себя для своего магазина они идут в цветочную компанию цветочной компании нет выхода напрямую на питомник потому что она повезет с голландского аукциона это для них намного такой легкий вариант то есть они приехали на рынок на большой где каждый питомник по чуть-чуть выкладывать свои растения соответственно не с этого голландского аукциона набирают растения с болезнями с вредителями со стрессом везут в россию потом из этого большого склада где нету не дистиллированной воды не освещение никаких условий оттуда это едет все в более маленькие оптовые места то есть допустим разные города где тоже есть какой-то оптовый магазин из большого склада в москве все это маленький склад склад какой-нибудь там ростов-на-дону или еще куда-нибудь и оттуда же растение попадает цветочные магазины поэтому если вы видите растения в цветочном магазин это голландия у меня какая ситуация я много-много-много лет занимаюсь уже 14 год пошел только хищными растениями я начинал с голландии я брал эти растения спасал проливал их дистиллированной водой пересаживал старался в течение недели поменять субстракт потому что я понимал что растение приехало ко мне с множеством проблем и соответственно только после того как я месяц с ними поработаю я понимаю что и уже можно показывать растения клиентам такие сложности они были они были оправданы потом потихонечку я вышел на компанию который мне стало возить растения напрямую от садовника то есть у садовника в питомнике только хищные растения мне упаковали отправили целую тележку только насекомоядных и растения я обрабатываю только от паучного стресса дальше уже по ситуации то есть профилактика от вредителей есть профилактика от болезни от 40 грибочков и всего остального она есть и боремся с этими проблемами в мере поступления и используя наше знание опыт соответственно растение приезжают более сильные более здоровые более крепкие более красивые и голландских таких красивых хищных растений нет а в дании есть но опять же такой момент очень важно ребят мы не должны делиться нашими контактами потому что сейчас огромная война идет и одни питомники работают с другими питомники как мы сейчас расскажем что они отправляют в россию и будет уголовное дело да и поэтому компании в европе закрываются которые работают с россией то есть как мы получаем растение ну как-то получаем допустим и слова гадания слова голландия это все мы будем вырезать просто мы возьмем из европы все что-то выращиваем сами поэтому можно так сказать что все что я возил когда-то давным-давно я лучше растение отбираю рассаживаю где-то не одна точка роста несколько точек роста мы берем два растения поделили один в один горшочек другой поменьше другой горшочек и мы вот таким образом сохраняем нашу коллекцию для будущего российского питомника иногда вот такая ситуация бывает видите луковичка растет снизу как ну тоже кандидат на то чтобы рассаживать рассаживаться снизу эти черненькие ловушки к тебе какие-то прям сортовые мухоловки по моему приехали да да сейчас по нему смотри у меня были сортовые мухоловки я просто не афиширую потому что надо понимать опять же чем обычная форма венерины мухоловки которые природные еще называют типичная форма отличается от сортовых если мы говорим про то что венерины мухоловка обитает только в одном месте на планете больше нигде это болото северной южной каролины встречается в природе только одна единственная форма этого растения все остальное это уже изобретение лабораторий которые меняют состав днк то есть там на хромосомном ряде работают с растением что-то добавляя какие-то элементы соответственно мутация может произойти через склеивание внешних волосочков через увеличение внутренних волосочков через цвет листа и так далее они могут быть вывернутыми но как правило мутирующие формы они более слабая и поэтому если мы берем растение самой простой природной формы она будет самая здоровая сильная вам легче ее восстанавливать а у меня чего только не было и так мы сейчас видим россиянку делу сиану она много раз уже пыталась цвести мы каждый раз отрезали цветоносы участка цветоносы уже самоопылились и в них есть семена но если я вам покажу делу сиану который уже цвела много раз она будет выглядеть вот так у одного растения цветоносы отрезались и только-только дали ей цвести другого не отрезались она дала много семян которые рассыпались повсюду я от самой от самих материнских растений почти ничего не осталось если вы собираете семена и забываете про них схожесть будет практически нулевая поэтому если вы хотите чтобы цветочки дали плоды вам нужно посадить семена практически сразу как только вы их собрали с 1 11 23 и даже не видно вот они малявки в ноябре были посажены еле-еле растут знаешь хотя бы семь лет не надо ждать как у непентеса так что можно сказать скоростные а вот тоже ноябрь но видимо здесь более свежие тоже ноябрь семена более свежие и схожесть лучше целый ковер так мы уже попали в следующее помещение я же говорю здесь лабиринты сейчас сергей вернется и расскажет нам про оставшуюся часть растений я кстати в прошлый раз брала здесь вот такую вот но похожую по крайней мере сарацинью прекрасно себя чувствует сегодня планируете с каким-нибудь непентесом или или какой-нибудь красивой россиянкой о своей покупке я уже показала в своем телеграм-канале обязательно подписывайтесь ссылка в описании кстати я там не только показываю свои растения но и делаю анонсы разных мероприятий ярмарок маркетов свопов которые проходят не только в москве но и других городах так что если вы хотите быть в курсе всего самого интересного обязательно подписывайтесь ну и конечно же свои растения свои флорариум я тоже там показываю от мира стенах растений конечно понимаем что можно растение выращивать классическим способом получил семена посадил ждешь и рано или поздно получишь семена уже со своего небольшого урожая опять посадишь и опять будет ждать но таким образом выращивали растение раньше по старинке и это занимает очень много времени очень много сил и очень много денег поэтому сейчас абсолютно все питомники всех растений мира они работают напрямую с лабораториями то есть допустим вы покупаете какое-то растение в цветочном магазине вы понимаете что она приехала из питомника откуда это растение оказалось у питомника то есть питомник семена передает в лабораторию семена легче всего проходит стратификацию и их очищают от любых бактерий либо холодом либо теплом то есть автоклав это типа огромной большой мультиварки куда помещают пробирки с этими семенами обеззараживают полностью чтобы не было ни при грибка не болезни ничего то есть материал должен быть совершенно стерильный потом разводит специальный раствор который называется меристема и помещают семена на этот раствор получается что из этих семян растения под действием гормонов которые есть в этом растворе начинают сходить намного быстрее вы уже не ждете месяцы а за несколько месяцев получается первая масса растений которая стерильная вот в таких баночках есть еще в пробирочках в колбочках которые потом ножичком делят и размножают получили одно растение его на чиколе сделали 10 через месяц из 10 сделали 100 еще через месяц из 100 сделали 10 тысяч понимаете да и за год получается несколько десятков тысяч растений которые потом покупает уже себе в теплицу питомник конечно же какая-то часть отбраковывается конечно же это малюсенькие растения которые очень маленькие которые достаточно слабые и придется приложить огромное количество усилий для того чтобы они стали действительно сильными окрепшими но это намного быстрее чем выращивать растения по старинке опыляя их да либо допустим вот представьте вернемся к непенцам когда вы берете череночек отрезаете из одного черенка вы получаете одно растение а можно получить одного черенка допустим несколько сотен растений понимаете разница в чем вот так вот так открыть к сожалению не сможем потому что там стерильная среда есть уж открываешь нужно тогда рассаживать поэтому вот смотрите через упаковку сайт соответственно некоторые виды сортовых венерных мухоловок я получаю в мире с теми около двух месяцев они доходят до более-менее нормального состояния то есть они сначала высаживаются в небольшую грядку 23 месяца после этого из грядки они высаживаются уже в горшке дальше еще минимум месяц и получается они уже набирают более-менее такой небольшой размер и я могу с ними работать или показывать сергей а это их называют клонами или это не опять же клон может быть от какого-то определенного размера растения то есть могли сделать мутанта и берут клонируют этого мутанта то есть мутант попал в лабораторию с него берут деток соответственно либо берут листья слили лист чистой среде должен находиться его клонируют соответственно либо берут семена какой-то материал кто-то от корня берет какой материал лично стерилизовать семена ребят еще одно интересное растение это библис наверное может показаться что это про сянка но по факту кросянки она не имеет отношения правильно я говорю сергей они очень похожи на россиянку посмотреть и у одного и другого растения есть вот такие маленькие волосочки на кончиках которых капелька а теперь давайте посмотрим на вот этот библис который лежит с краю и видно что ему досталось очень много еды он весь давайте я вот сейчас достану я хочу не порезал и ну вот такая вот ситуация смотрите видно на белом фоне или на прозрачно так а что мы здесь должны видеть капельки посмотри сколько может он поймала мошек да смотрите все остальные пока еще не столько съели прям очень повезло скорее всего находится в том месте где скапливается слишком много воды и он в такой полу зоне затопления из-за того что его грунт более перелитый там образуется больше почвенных мошек которых он сразу же всех ловит это из-за того что полки на стеллаже немножко неровные здесь у нас размножение жирянок просекла сектор у меня есть ночью-то она пока тяжкой но если мы посмотрим да там просто взяли растение из горшка посадили в грядку они начинают сами размножаться давать деток и все куда-то был положен просто листик с листика пошло размножение и в этом плане жирянка она простая и универсальна ребят кстати кто не знает жирянки размножаются листом просто положил и через какое-то время довольно быстро появляются новые деточка иногда быстрее даже да можно посмотреть вот сюда положили листики воткнули а вот здесь листик уже отмирает а видно что детка появляется здесь сериана сериана да с дефицит у меня с них а вот меня на так хорошо растет тебя же немного она вот здесь одна и вот тут еще где-то у нас одна и все очень интересная пульчелла формиса будет достаточно крупные цветочки оранжевого цвета ждем когда зацветет пульчелла омиса у кого-то может быть есть ключево не тядула учил он из курал вот они выпустили цветоносы хочу просто смотреть как он будет свести говорят цветочки красивые и вот эти тоже очень хорошо себя чувствует при этом здесь разные составы грунта это дарлингтонии ребят может показаться что это сарацени и но нет это дарлингтонии хотя есть сарацени и влегли дамы и очень так сложим эта композиция живет уже тут три года не цветочка то про нормы а это вопрос откуда отрезал его то есть вместе затопления в природе это растение каждый год уходит под воду ну тут три года назад я решили поставить в эту вазу вам залил водой и она живет короче сарацени им прям вот нужно как россиянкам болото им хорошо да так нет это конкретно конкретно дина да и и гибрид сликофилы а вот к таким это не имеет отношения просто она у меня кстати по твоему совету живет в азии вообще там роскошно чтобы ты как раз говорил вот эти маленькие ловушки не засыхали на этапе вот только рождение тут раз на раз не приходится если мы зальем слишком сильно когда корни не чувствует поступление кислорода когда идет застой воды скажем так кувшинчики сохнут от этого должен вернемся к дарлингтоне я недавно смотрел ролики американские по уходу за дарлингтоне по пересадке и там использовали разные стили пересадки в разные грунты я решил просто сымитировать сделать нечто подобное а вот здесь я сделал точно так же как пересаживали в тверском ботаническом саду дарлингтоне то есть сверху выкладывая пеностекло так у них дарлингтоне прожила несколько лет и она доросла до 20 сантиметров к сожалению погибло в том году когда руководство ботанического сада уехала и никто не наблюдал за процессом роста пока отодвину как решить проблему с прохладной водой дарлингтоне обитает на похоже болото как в сарацине но омывается холодным горными реками то есть если вы сажаете дарлингтоне его флорариум вы можете сделать так же как и я сделайте отдельное место куда будет заливаться вода вот сюда я могу положить кусочек льда либо налить холодную воду соответственно самое главное чтобы холодная вода попала в корневую систему растение это чувствует и короче ребят дарлингтоне не покупаем довольно проблематично действительно она вырастает до метра высотой на будет большая красивая и пока у меня дома на южном отместе никакой никаких проблем вот здесь конкретно чуть-чуть хуже стало тем дарлингтоне им которые получили небольшую дозу опрыскивания ну я обработку вел сара цене и им чуть-чуть досталось и некоторые листики к сожалению сгорели лампа достаточно яркая так еще дарлингтоне мы не ставим на палящее солнце лучше полутень высокий сарацине ликофил я купил больше пяти лет назад и сейчас они дали множество точек роста не ближайшее время не надо заказывать цароцене видите я могу ее разделить чем я занимаюсь мы достаем всю корневую систему смотрим сколько точек роста прямо ножницами лимосикаторами отделяем их и сажаем каждую по отдельности получается полтора-два месяца идет нормальная дата адаптация потом растут новые листики новые кувшинчики и все считается своих сарацине наделали новый посадочный материал который потом дальнейшем будет расти и размножаться вот допустим сарацине фармхами я вот в том году начал получать белые виды белые фармхами а сейчас ближайшее время это вы купить не смогу я выживаю за счет того что я эту эту сарацине вырастил большой она поделилась то есть вот это вот резома называемая дала несколько точек роста и я ее размножаю от точки роста для многих коллекционеров желание завести гелиамфору это уже принципиальный момент я была одна из них надо какого-то времени она мне теперь есть слава богу разновидности гелиамфор который я когда-то тоже купил достаточно дорого и я их не продаю я просто могу показать сейчас они уже тянутся растут им хорошо и может быть и в дальнейшем я буду их делить точно так же как сарацине но пока у меня руками подымается еще у нас есть редкая раридула такое растение которое тоже чем-то напоминает россиянку называется раридула обитает на данный момент в южной африке и у нее множество то же самое липких волосочков которым прилипают мелкие ножички видно что она сейчас и чем гирлянда да да похоже она очень россиянку но оказывается в 2016 году в калининградской области в янтаре образ обнаружили именно раридула то есть можем себе представить что в россии на севере когда-то было достаточно тепло и она жила спокойно но прошли какие-то изменения в климате сейчас только в южной африке больше нигде так что у тебя там еще интересно филипформицы да вот кто это такой филипформицы или нитевидная россиянка достаточно высокая будет и тоже она ловит маленьких мошек вот видите вот у нее капельки которым все липнет может быть вы знаете что из россиянок долгое время делают лекарство самое популярное это лекарство от кашля от кашля от астмы кто-то использует корневую систему а вот раньше капельками выводили бородавки останавливали кровотечения убирали мозоли и прыщи надо же помогало интересно проще есть история наверное не для этого тетка шаманка заказывала сушую сухую россиянку для того чтобы отворот сделать он боже так ребят станет мы это не слышали эту россиянку я обнаружил вчера смыть как она поела россиянка бината оба как завернулась в узел ой какие комары огромные да ничего себе вино-то вилка образная девочка какая-то жизнь а что можешь сказать про пузырчатки просто их так сильно люблю может быть из пузырчатки они великолепно уживаются с россиянками и любят они флориде конечно же да они у меня все в стекле вот допустим спина ты очень много видов пузырчатки которые как раз ну какие только условиями делал они выживали вот буквально из всего выкарабкивались насколько я понимаю что им очень яркий слепящий такой теплый свет не нужен они от холодного света лучше растут можно держать их постоянно в воде только спасибо скажу и очень легко они размножаются сейчас вам покажу как как оторвал кусок и все практически вот допустим практически оторвал до кусок как ты говоришь это так делать центр такой грядки где кислый верховой торт с перлитом вот она за особенно особенно вот эта пузырчатка как ты скалку чем да потому что я группу бескинс и не хочу коверкать название где-то 100 процентов неправильно и на самом деле хрен знает как и там говорить все просто вот это мне кажется идеальный для новичков она растет как сорняк она просто полонит все она у меня во флорике уже два года цветет не переставая для у нее очень красивые листики такие кругленькие и вот эти цветочки не постоянно круглый год так что приведение да так что очень от себя лично рекомендую если вы хотите вот завести свою первую пузырчатку начните именно с нее да но оказывается точно так же могут размножаться некоторые виды россиян как оторвать кусок ну практически да мы оторвали кусок допустим россиянке адель посадили на мох там опять же не в торфе а именно вам хи корневая система захватывает пространство каждые несколько сантиметров растет где кстати да у меня в флорариуме она два раза сдохла этому все конец нет у меня оттуда 10 деток вылезла опять они умерли опять выросли короче у них там свои какие-то веселые процессы она вот очень живучая да помимо одели такая же грамма галенсис сейчас вот грамма галенсис по у меня с концами умерла к сожалению чё-то не знаю я у тебя я покупал видимо чуть-чуть она перегрелась и некоторые листики видно что обожиглись ну вот здесь вот здесь а нет вот она с корнем захвать захватывает буквы делать писать нам he буквами а потом все преобразится россиян романтик вот что вам еще показать ну что здесь сарацине также размножаем размножаем разные виды сарацине вот допустим сейчас сарацине агайо вот она и и оказывается уже нет в питомнике я ее купить не смогу а я размножил достаточно много кот из баре это мама сарацине драку то же самое купить в этом году я и уже не смогу а у меня есть еще какой-то конечно как растение 20 то есть когда я получаю информацию о том что мне ее не достать это значит что я на нее закрываю продажи используя и потом для размножения уже никому не показываю так что здесь у тебя россияночки мухи муха родилась здесь не пускать не будем да то есть растение вначале сажается в такую грядку идет рост если все хорошо они потом сажаются в горшки но видите да кое-где они сгорели а где-то все хорошо то есть здесь тоже момент такой что у тебя очень много растений соответственно очень много издержек когда у тебя мало растений ты все знаешь тебя ухаживать легко понять сохранить коллекцию легко когда там 1000 ну ладно легко 2000 ну ладно фигня 5000 тяжеловато сейчас это же посчитать не могу сколько у меня их потому что если в каждом горшочке вот допустим мы берем вот буркиану россиян ну здесь наверно 5 растений а сколько таких горшочков не 5 растений здесь наверно растений 10 это приблизительно только вот вообще никак не лошадь и трэп да вот сколько здесь 1 2 3 4 5 то есть 2 на 2 сантиметра уже 5 растений а здесь сколько тогда здесь наверно растений 20 а когда они вырастут вот вроде симпатично смотрится вот эта сортовая венерина мухоловка да да но мог первое время помогал растению а сейчас он стал очень плотным и он мешает растению расти и поэтому мы какое-то количество таких растений сейчас никому не показываем пока мы не рассадим их и не вырастим эту мухоловку до более-менее большого размера то есть у нас еще несколько контейнеров с которыми предстоит работа сша можно еще если вы хотите научиться ухаживать за хищными растениями вы можете просто позвонить вот попроситься на волонтерскую работу на несколько часов прийти нам помочь допустим работа связанная с чеканьем листиков с поливом с рассаживанием еще с чем-нибудь в любом случае каждый день работа очень много вас соответственно пару часов там помогли с каким-то растением ушли так ребята я в первых рядах видимо суши я еще хотелось спросить по поводу мхаба ты сейчас сказал то что он вредит просто я так люблю везде мог пихать это так красиво но по сути он может он может кому-то мешать дышать корням например да он будет мешать сразу ничего страшного не будет а потом будет большая проблема лучше кварцевым песком да есть уже для красоты можно кварцевым песком можно просто выполнять пересадку почаще есть возможно не было проблемы она потом появилась из-за того что его в долг в нужное время не было пересадки и можешь еще пару пару момент про зимовку сказать вот как устраивать зимовку в квартире можно просто в холодильник или вот на балкон минус 30 вот объясни потому что многим это интересно вот смотрите ребят вы живете в россии кто-то живет на юге у кого летом 40 градусов в тени допустим сочи краснодарский край и они в принципе могут на даче сделать зимовку в полупрохладном каком подвале просто туда отнести растения в горшках переставить эти горшочки в контейнеры налить прохладную воду вокруг этого контейнера при закрыть крышкой оставить небольшой зазор и проверять как они там себя чувствуют если вам нужно уехать то вы разводите максим либо топаз то есть средство которое убивает грибки плесень заранее проливаете почву ваших растений тогда закрываете крышкой понимаете почва будет долго влажная но проблема с гнилью с плесенью холодильник опять же здесь вы не контролируете ситуацию кто убирает на зимовку в холодильник должны правильно все делать во первых правильные самые плотные зип-пакеты во вторых долго убора на зимовку вы точно также обрабатываете почву максимум либо топазом третий момент если вы не будете делать как таковую зимовка растения погибнут или нет вы же народы понимает что зимовка это к завершение цикла посмотрите весна растение просыпается лето растение растет кушать насекомых у многих растений в процессе своего цикла они несколько раз цветут они могут цвести в начале лета и под конец лета соответственно если вы не планируете делать зимовку вы можете не давать растениям цвести чтобы они не тратили свои силы энергию и тогда ли это вы им продлеваете но какое у них может быть продлевание лет если допустим вы не хотите делать зимовку вы просто делаете чуть-чуть потише свет можете убрать растение с подоконника под лампу чтобы не пекло снизу отопление не подбывал сквозняк была такая нейтральная история на растение стояла не под лампочкой где у вас все кому вы имитируете лето-лето прямо да а где-то они будут немножко в стране циклы они свои пройдут да они будут виды изменяться если срацени у них будет лепесточки плоские растения называются филоте эти зимние листья в венере на мухоловке широкие череночки будут ловушки соответственно не будут такими яркими обычно они к зиме более темно срацени не будет цвести без зимовки правильно ведь нет почему она когда захочет она и так будет цвести видимо не хотят и чикайте цветоносы и все все взрослые срацени готовы цвести может быть она еще маленькая просто молодая она еще не дозрела до такого возраста чтобы цвести цветение вы можете провоцировать если вам надо опять же надо возьмите более теплый свет тогда на теплого цвета пойдет провокация на цветение дальше от жары в комнате когда включено отопление растения могут зацвести допустим у многих мухоловки цветут зимой в декабре в январе ты просто не убрал на зимовка снизу печет батареи ты купил растение делаешь условия на подоконнике и снизу тепло и они перестраивают систему кому-то сейчас середина либо конец лета еще жарко и от этого тепла снизу начинает расти цветонос цветонос тянет все жизненные силы а растения недополучает того летнего солнца которое ему необходимо и погибает поэтому отрезаем цветоносы раз второй момент если растение у вас отцвело жизненные силы потратила вы даже можете сделать более-менее нормальную зимовку на своем подоконнике надо просто сделать две вещи первое вы берете один контейнер поменьше и другой контейнер побольше ставите один в один с внешней стороны между контейнерами у вас холодная вода и контейнер обязательно должен закрывать большую часть растения чтобы они не влия чтобы не было влияние ни сквозняка ни перепадов температур ну как это может шапочку сделать вот с такого материала например да без проблем я могу сделать крышку я всегда подлезу я посмотрю как растение себя чувствует я не сделаю лишних ошибок я перевожу растение на весь период покоя на всю зимовку на прохладную воду я не даю дополнительное освещение все то есть растение не получает дополнительное солнышко и рост останавливается она получает прохладу поэтому растут зимние листья ну и третий момент она закрыта чрезмерного холодного сквозняка который поддувает да и соответственно у нас снизу если включено отопление за счет прохладной воды она тоже не так сильно влияет на сколько так вот оставить нам два-три месяца или вы знаете зиму можете сделать зимовку с момента начала отопительного сезона кто-то держит три месяца потом убирает под лампы а кто-то держит до начала ранней весны у кого как вот календарь вот этот работает и стиле ухода с растениями до метод цели допустим кому-то из вас захочется меньше заморачиваться с растениями ну сделайте вы им зимовку там до начала мая отопление выключили на улице начинается цветение зимовка закончилась они уже у вас пьют уже на тот момент воду комнатной температуры начинает давать уже летние листики начался активный рост здесь вы уже пересаживаете пересадка не по календарю по погоде в краснодарском крае цветение начинается в феврале то есть у них циклы весна-лето-осень завязаны на календарь им проще чем нам в москве вот сейчас допустим май месяц еще совсем недавно у нас все начало цвести а сегодня снегопад а сегодня снегопад то есть мы ходили уже в футболках и смотрели как все цветет у меня уже началась аллергия на цветение на березу у меня тоже вот и за таблетка дождик меня спасает могу посоветовать хорошие таблетки да ты чё монталу каст ребят всем вам я запишу и запиши три на посадение не у меня просто муж астматик у него аллергическая астма и монталу каст я вот больше не знаю что такое аллергия вот такие вещи спасают виза аллергом капельки у меня нет вот монталу каст и ты вообще забудешь что такое аллергия месяц вот где-то пить и все это просто спасение что еще вам рассказать вы понимаете да что растения насекомоядные это очень узкая аудитория то есть у меня в пяти моих помещениях нет ни одного не насекомоядного растения может быть даже где-то если есть то это там старые какие-то древние единичные экземпляры которые просто можно кому-то когда-нибудь подарить если кто-то заметит а так хобби и увлечение именно насекомоядными растениями я пытаюсь не только поддерживать свое собственное но и создавать поэтому чем больше мы поделимся с вами различными целями к растениям стилями ухода методами размножения вариантами допустим различных приспособлений как можно сделать ту же самую зимовку уход или спасти растения от разных невзгод учитывая то что у каждого растения есть свой собственный какой-то ритм свой собственный иммунитет одни в стрессе дольше другие меньше может быть в будущем будут специальные приборы которые будут замерять стресс растений я думаю что уже наверное созданы такие только на каких-то определенных растениях это работает так на других так есть понимание языка растений кто-то неосознанно придумывает растение имели включает классическую музыку хотя раньше это использовалось эти знания помогали растениям расти более полезными скажем так через определенные вибрации классической музыки в растениях образуются нужные химические элементы то есть полезные свойства определенные витамины и они становились более полезными поэтому раньше когда сеяли пшеницу у нас на полях в россии или песни когда выращивали в китае очень дорогой чай заказывали чуть ли не оркестры можно прочитать есть такой ученый по фамилии позе который долгое время уделял концепции влияние музыки на рост растений вот так что нужно не вам помогают не делать ошибок или наоборот более совершенными делать ваше растение вашим компон цветоводстве в принципе наверное на этом все до сергей мы наверное все показали спасибо тебе огромное я думаю это было безумно интересно полезно потому что подобного контента мне кажется не очень много на ю тубе поэтому это видео обязательно довольно ценное мне кажется должно быть от для меня точно я узнала много всего но так спасибо тебе огромное ты будешь участвовать в орхидеуме это по моему ближайший маркетинг потом рептилиум так что ребят надеюсь я это видео от монтирую выложу до орхидеума поэтому обязательно приходите к сергею покупайте него растения спасибо тебе еще раз большое пока пока